Первый выступающий это Николай Кабанов, он еще и очень известный публицист. Добрый день, уважаемые друзья. Мне действительно выпала такая часть главательного мероприятия с своим докладом. Тема моя достаточно, скажем так, точечная, по работе германской разведки в Латвии в 1939-1940-м годах. Эта тема достаточно мало исследована, поскольку все эти материалы находились в фондах Комитета государственной безопасности и были архивированы буквально в 1990-м году. Благодаря сотрудничеству с фондом «Историческая память» мы сейчас реализуем один проект, который результируется на 10 лет ближайшие пару лет. Мы сейчас исследуем о работе полиции безопасности в Латвии и Литве. Здесь мне удалось исследовать архивный фонд 1986, в котором находится в частности уголовное дело бывший начальника департамента государственной безопасности в Латвии, агенция Фридриховича Фридрихсона, 1842 года рождения, который был арестован 22 июля 1942 года. Причем его арест был оформлен в сентябре 1942 года, когда он был перевезен из Литвии во внутреннюю тюрьму вождянки, после чего он находился в заключении в Москве. В мае 1941 года он был этапирован в Литвию, после чего он был, опять же, в время начала войны вывезен в Москву. Здесь его следы теряются, и скончался он в Астрахани, в области 1941 года. То есть он не был расстрелян. Это дело очень интересно, поскольку в нем не содержится 4 пласта материалов, скажем так, это типы материалов информационных, которые были подготовлены чекистами для осуждения Фридрихсона. Первый тип – это, собственно, допросы Фридрихсона. В этих допросах содержится очень много передержек, которые связаны с тем, что работники Госбезопасности приписывали ему различные формулировки, такие как «я занимался борьбой с рабочим крестьянским революционным народным движением», или там «реакционный режим», «фашистская власть» и так далее. То есть, разумеется, этого он говорить не мог. То есть, протокол торгоза составлялся… Пожалуйста, пройди слайд. Вот это патилоскопическая карта. А вот здесь мы видим очень интересный документ. Это написано внутрикамерным агентом. Тоже очень интересная информация. То есть, человек, находящийся в камере, разрабатывает, разговаривает с Фридрихсоном и эти тексты направляет следователю. Я прошу послушать высказывание Фридрихсона с 3 по 7 сентября 40-го года. Я думаю, что немцы победят англичан, так как у англичан нет своей армии. Кроме того, немцы имеют много хороших подводных лодок и специальный аэроплан «Штукас» для бомбардировки английского флота. Один аэроплан несет одну большую бомбу и прицелится в корабль в линии своего полета. Немцев также воодушевляет очень большая ненальска англичан, которая напугала лично во время своего перебывания в Германию. Весь вопрос в том, что ведь они захватили немецкие колонии после империалистической войны, в частности в Африке. Одна Англия защищала малое государство. На Англию сначала ориентировалась Эстония, потом Латвия. Если бы англо-советские переговоры перед этой войной уменьшались успехом, может быть, все было бы по-другому, так как были разговоры о возможности Союза Англии, Советского Союза и Польши. Но тут так же виновата проклятая гордость польской шляхтой. И потом в самой Англии крупные капиталисты вмешают государство, и там слишком большая имущественная градация населения, что приведет их, пожалуй, к гибели. Но вопрос, а лучше ли будет, если Германия победит? Ответственно уверенно, хуже, так как Германия этим не удовлетворится, а захочет больше его. Это достаточно интересные показания, поскольку они формлены человеком, который не являлся мотивированным в каком-то выгораживании себя. То есть мы можем их считать достаточно подлинными. Теперь я расскажу еще об одном типе информационных материалах, находящихся в этом уголовном деле. Это материалы, так называемые, амальгамы. То есть, когда чекисты работали по Фридриксову, они проверяли все связи этого человека и допрашивали адресно по различным моментам. Вот сейчас я расскажу об одном интересном случае от авокации германской разведки на корабле «Сера Каратова». Это выписка из протокола допроса арестованного Якова Яковлевича Винтерса от 11 сентября 1940 года. Витас Яков Яковлевич, 1901 года рождения, по национальности латышек, до ареста начальника политической полиции реческого района. В первой половине декабря месяца 1939 года начальник политической полиции Латвии Фридриксов вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что германский проход с Яргардопа, перевозивший из Латвии германских репатриантов, выйдя из реческого порта в открытые воды, был в нужде возвратиться обратно. Так на этом пароходе, как об этом сообщили Фридриксовну из Министерства основных дел, была обнаружена зажигательная бомба. Фридриксов пояснил, что этот пароход пришпатовался недалеко от старой крепости, расположенной на крайней регии, в местечке Болдырая. Дал мне распоряжение немедленно взять нескольких чиновников и вместе с ними выходить Болдырая. По приезду на место происшествия Фридриксон, я, Винтерс, следователь политической полиции реческого района Тейтмайнс, забрались по веревочному дабу на пароход, подзыветом тщательный осмотр вещей пассажиров, однако осмотром никакой бомбы обнаружено не было. Пароход тут же снялся с якоря и вошел в реческий порт. До следующего дня Сьерра Хардопа отбыл в Германию и никаких происшествий на нем не случилось. В тот же день Фридриксон вновь вызвал меня в кабинет и сообщил, что ему только что немцы сообщили, что бомба на проходе все же была и обнаружили немцы еще до первого отплытия Сьерра Хардопа и взорвали в 20 километрах от Риги. Фридриксон предложил мне поехать вместе с ним на место, где была взорвана бомба. Выехали вместе с представителями германского посольства, которые указали нам это место взрыва. Нами были найдены куски металла и техническая экспертиза, произведенная по распоряжению Фридриксона, дала заключение, что эти куски являются осколками зажигательной бомбы. Фридриксон пояснил, что представители германского посольства высказывают подозрение, что зажигательная бомба была подложена на проход Сьерра Хардопа английскими агентами. И никаких данных, указывающих на виновников этого дела в политической полиции, не было. Два дня спустя я получил от Фридрикса на распоряжение арестовать двух проживающих в городе Риге без определенных занятий лиц Пушкевича и Пашковского. Фридриксон сказал мне, что эти лица являются соучастниками дела о зажигательной бомбе. Следствие по этому делу Фридриксон было поручено следователю Тейдеманесу. Пушкевич при аресте заявил полицейским надзирателем, что он является агентом информационного отдела штаба Латвийской армии. Подтвердил это на допросе Тейдеманеса и пояснил, что доставки пакета на пароход Сьерра Хардопа он уже дает информационный отдел непосредственно Линде. Линде это начальник агентурного отдела и что этот пакет доставил Пашковский. В процессе следствия было установлено, что Кушкевич являясь агентом информационного отдела был одновременно и французским шпионом. Пашковский показал, что он также являлся французским шпионом и по шпионской деятельности был связан с директором французского лица в городе Риге Шмидтлейна. Как показал Пашковский, шпионскую связь со Шмидтлейном он установил предпосредственно французского военного шефа в городе Риге. Фамилию его я забыл. Выяснилось, что Кушкевич и Пашковский были связаны и между собой как французские шпионы. По вопросу доставки на пароход Свертка Пашковский показал, что за день до отхода парохода Сера-Картопа получил Шмидтлина-Сверток и по заданию Шмидтлина должен был передать его одному своему знакомому немецкому репатрианту оказавшемуся на пароходе в Германию и доставке в Германию по указанному жмидтлину адресу. Я достаточно долго цитирую этот документ, чтобы вы, во-первых, почувствовали стиль допроса в 1940-го года. Суть в чем? Суть в том, что в результате этого допроса выявляется также то, что Кушкевич и Пашковский, как я понимаю, по своим фамилиям они были славянами, они также занимались сбором сведений для французской разведки по войскам Советского Союза, дислоцированных в Латвии. Вообще, советские военные базы в 1939-1940-м годах стали активным объектом изучения не только для французской, но и для германии, и для японской разведки, потому что японские, в кавычках, туристы, которые всегда оснащены фотоаппаратами, были прошедактированы работниками господина Фридриксона в Лепое, в Ясперсе и так далее. То есть, их задерживали, фотопленки у них изымались и засвечивались. В итоге, что интересно, пароход с Яргар-Догу все-таки был потоплен, но был потоплен в 1945-м году английской авиации в Германии. Очень интересным сюжетом является попытка вербовки работниками Абвера, директора департамента полиции безопасности МВД Латвии Яниса Фридриксона. Сейчас я зачитаю протокол, все-таки прошу извинения за язык, но песня слова не выкнишь. Вопрос. С какими еще иностранными разведками, кроме английской, вы сотрудничали? Ответ. Ни с какими иностранными разведками, кроме английской, я не сотрудничал. Не буду скрывать того, что меня для совместной работы против СССР пытались привлечь также германские разведчики. Вопрос. Как это произошло? Ответ. В январе 1940 года ко мне в политполицию явился неизвестный, назвавший себя бароном Икскуль из Эстонии. Он предъявил мне свою визитную карточку с лосписью директора эстонской полиции Сомана. Икскульк сказал мне, что явился ко мне на переговорах от имени представителей Абвер-2 из Кёнигсберга, вторая разведительная служба Кёнигсбергского военного округа Хлея и Рамель Мейера, которые находятся в данное время в Риге и хотят со мной встретиться. Икскульк сказал, что эти немцы уже говорили с Соманом о его работе в пользу Германии и получили его согласие, а теперь хотят по этому полу приговорить со мной. Икскульк заявил мне, что занятие при Палтике с советскими войсками это вопрос весьма недалекого будущего. В связи с этим немцы предлагают мне принять германское подданство и вместе с семьей переехать в Германию для работы в разведательной службе Кёнигсбергского военного округа, ведущей разведку против Советского Союза. Икскульк указывал, при этом, что могут принять различные варианты моего использования не только в Германии, но и в других нейтральных странах Швеции, Финляндии и т.п. Вопрос. Какой ответ вы дали, Икскульк? Ответ. Вопрос был настолько щекотливый, что я, естественно, не хотел говорить о нем через посредников. Я указал Икскульк, что если названные им представители Абвера 2 хотят со мной разговаривать, то пусть приходят ко мне на службу. Вопрос. Когда они к вам пришли? Ответ. В тот же день вечером в часов около 7 клеем Эрмель Мея явились ко мне в политическую полицию, но я их не принял, так как хотел об этих людях получить подобную информацию. Навести они к справке у Сомана в Эстонии. Доложите об этом министру внутренних дел в Эдне. Вопрос. Навели они к справке? Ответ. Да. Навел. Во-первых, подтвердились данные, что эти немцы прибыли к Кёнигсбергу. Во-вторых, я выяснил, что им занимается непосредственно капитан Линде, начальник агентуры информационного отдела генштаба «Поставленные новые люди для наблюдения за Клей Эрмель Мея столкнулись с людьми Линды». Линда в личной беседе подтвердил свою связь с этими немцами. Я доложил об этом министру Вейднеку, который не рекомендовал мне заниматься ими. Через несколько дней я встретился с Соманом, который подтвердил свою связь с Икскулем, сказал, что знает об этих немцах. Самый же факт встречи и беседы с ними отрицал, ссылалась якобы на занятость. Вскоре, после моей поездки в Эстонию, Клей и Эрмель Мея вернулись в Латвию, причем о выдаче им визы на виз хлопотал я и Линда. После приезда они днем посетили меня в полиции, причем Клей, поздоровавшись со мной, передал мне привет от Сомана. Я на это резко ответил Клей, что Сомана я видел позднее, чем они. После этого разговор прекращен. Клей и Эрмель Мея ушли, не сделав неличных предложений перед охранничаем Икскулем. Записано с кровью. Допросили зам начальника третьего отдела УГБ НКВД СССР майор госбезопасности Владземирский. Владземирский был ближайшим сотрудником Берия и был расстрелян в один день с Берия в 1953 году. Еще один очень интересный сюжет о возможном сотрудничестве начальника генерального штаба латвийской армии с гриманской разведкой. Это опять же цитата из допроса Фридиксона произведенного Владземирским. Вопрос. Что вам известно о связи генерала Розенштейна с иностранными разведками? Ответ. Конкретно о связи Розенштейна с иностранными разведками мне неизвестно. Но в Латвии усиленно говорили, что Розенштейн работает в пользу Германии. Поводом к этим разговорам было то, что жена Розенштейна по национальности Ненко. Мне известен еще следующий случай, связанный с подозрениями в отношении работы Розенштейна в пользу Германии. Примерно год или два тому назад штаб Латвийской армии ввел следственное дело, в котором была установлена шпионская деятельность в пользу Германии. Насколько мне известно, из рассказов Покура окружного суда Карачевского, участвовавшего в следствии по этому делу, оно возникло в результате того, что в адрес какого-то шведского подданного, жившего постоянно в Риге, носившего форму офицера кавалерийского полка Латвийской армии, пришли письма явно шпионского характера. Эти письма по ошибке не были доставлены названному шведскому поддану, а попали к другому человеку, который передал их в инфраструкционный отдел штаба. Следствием, проведенным по этому делу, было установлено, что к немецкому шпионажу причастны генерал Розенштейн, его жена, бывший комендант города Риги, подполковник в отставке Хейна и другие. Вопрос, где велось дело, в котором, по вашим словам, Розенштейн подозревался в шпионаже в пользу Германии? Ответ, это дело велось в конце 1938 года, сперва в информационном отделе штаба армии, а затем было передано в окружной суд, где он попал к прокурору Крачевскому. Прокурор Крачевский, как я уже указывал выше, являлся моим секретом осведомителем. Поэтому он рассказывал мне об этом деле, носившем несколько сенсационных характер. Вопрос, в чем заключался сенсационный характер? Ответ, по делу подходил Розенштейн, видный генерал от виской армии. Баладис, враждовавшийся с Розенштейном и Беркисом, велел начальника информационного отдела полковника Тикульс дать делу ход, и Розенштейн и его жена допрашивались как подозреваемых в шпионаже информационным отделом, а затем в окружном. Этому делу придавалось серьезное значение, ибо Крачевский вызывался без специального доклада его к президенту Ульманису. Вопрос, подробности дела мне неизвестны, и я не интересовался, как это дело не входило в мои функции. Должен однако отметить, что уже после прихода власть у советских войск Розенштейн звонил Крачевскому и просил уничтожить следственное дело материалов, в которых говорилось о причастности Розенштейна и его жены к шпионской деятельности в пользу Германии. Крачевский сказал мне, что отказал ему в этом и дело до сих пор хранится в речном окружном суде. Протокол допроса с моих слов записан верно, на понятном отчитан Филинсен Скравлев допросил за ночь второго отдела УГБ НКВД старший лицян госбезопасный Чайковский. Ситуация заключается в том, что вот эти документы они на самом деле свидетельствуют о глубоком разложении правящей верхушкой Латвии, которая была действительно проникнута коррупционными схемами, она занималась в общем-то лавированием в поисках возможного ухода советизации, но на самом деле у нее не было к сожалению реального воздействия на ситуацию. В тот момент, когда советские войска вошли в Латвию в 1940 году, уже тогда было понятно, что ситуация невозможно изменить. И Карли Суднис в одном из руководов с Филинсом сказал, что мы маленькие государства и как решат старшие, так оно и будет. Господин Фридриксон безусловно был сыном своего времени, он был человеком, который вел репрессивную действенность в отношении политических противников, но в отношении его самого были приняты незаконные репрессии. Одно другого не исключает. Я все-таки считаю, что наша задача это раскрывать секреты прошлого без идеологических шаблонов. Надеюсь, что мое скромное выступление будет с интересом воспринято нашими коллегами и буду стараться дальше изучать историю латвийской дипломатии и латвийской специальной Спасибо. Николай, простите, вопросы может выйти сразу? Пожалуйста. Николай, вначале вы сказали, что в начале полиция безопасности, отдел полиции безопасности, а потом ваше получается, что это было политическая полиция. Дело в том, что существует у них несколько наименований. До 1939 года это вообще называлось политическое управление. В переводах документов чекистских там есть начальник государственной безопасности, начальник политической безопасности. То есть это буквально 5-6 названий. Они постоянно меняют, но его официальное название на латвийском языке это было директор департамента государственной безопасности. То есть этот РСХА в Германии был так называемый РСХА. Он в себя объединял не только политическую полицию, как гестапо, но еще и уголовную полицию. То есть он был начальником одновременно и политической и криминальной полиции. Что еще очень интересно, А это не Берзиш ими возглавлял, который общественных дел? сообщил. Господин Вейдникс был министром внутренних дел. А он был непосредственно начальником. А общественных дел, это Берзиш, он выполнял функции, которые можно сравнить в Германии с Геббельсом. То есть он занимался пропагандой, общественной работой, то есть курировал все квази-общественные организации, которые были в Латвии в то время. И ситуация заключается в том, что очень интересный документ, я также увидел, 20 июня 1940 года господину Фридриксену было выдано удостоверение на ношение автоматического пистолета, винтовки, охотничьего оружия, мелкокалиберной винтовки. Я прошу отметить на дату, да, то есть через три дня после того, как советская армия вошла в Ригу, было запрещено все ношение оружия, ему специально выдается это распоряжение. Арестован, еще раз хочу сказать, арестован был 22 июля. То есть через месяц. И в одном из документов написано, что он является начальником департамента госбезопасности Министерства внутренних дел Латвийской СССР. Совершенно великолепный текст, я говорю, что когда ты сталкиваешься с этими канцелярскими бумагами, это просто великолепно. То есть мне удалось прочитать пять томов. Пять томов, я их не только прочитал, я их все переписал, вот, ну, скажем так, достаточно интересное познавательное чтение. Еще заключается в том, что они все лоббировали, то есть они никогда не раскладывали все яйца в одну корзину. Могу сказать, что они были очень действительно профессиональными грамотными работниками, но в этих архивных делах я нашел очень много документов по совместной конференции, которые проходили в Эстонии, в Литве и в Финляндии. Да, то есть работа службы, она была очень, скажем так, интегрированы, да, и даже в Швецию, в Швецию выезжал, например, чиновник полиции Донбовский, который узнал о том, что посол Латвии в Швеции содержит у себя дома бордель. Вот, и когда ему об этом рассказали шведские сотрудники полиции безопасности, то есть он был очень сильно удивлен, но этот факт нашел отражение в нескольких протоколах. То есть это тоже одно из некоторых слов по латвийской дипломатии. Если говорить об Эстонии, то видите ли, в каждом государстве существует своя архивная политика. Могу сказать к чести латвийского государства, что в Латвии очень лояльная архивная политика. То есть 110 лет с момента рождения фигуранта является основанием для того, чтобы дело было доступно. Я не знаю какие в Эстонии рамки временные для того, чтобы дело было открыто. Не могу сказать. В Российской Федерации сейчас поставлена дата 75 лет цены смерти для того, чтобы дело было открыто к изучению без согласия родственников. То есть предположим дела работников ЦК компартии Латвии я не могу сейчас изучать, потому что они живы и будут жить еще долго, поэтому многие из тех лиц, которые даже на слуху, я могу только знать, что они находятся в описи, но к сожалению к их делам поступиться я не могу. Эдик готов. можно спросить такой вопрос. А вы вышли на преднадника Ульманеса, на его поездку по тазанию президента Харла Ульманеса в Германию с целью выяснить, будет ли Германия защищать Латвию, ответ и на то, как его немецкая разведка в августе 40-го года запаковала вебельный шкаф и там были арестованы тролли в августе 40-го года. Он потом давал очень большие показания о деятельности всей немецкой колонии, он был связан с немецким обществом. Это очень большая тема, если вы на это увидите, то выходите на преднадника Ульманеса, там тоже очень большие связи с немецкой разведкой. И также и одно, ведь адъютантом самого Бавловиса был друг ваше сомнение, которого вся немецкая колония в Латвии считала своим человеком, человеком Германии, и вообще есть предотвращение, что он был очень, конечно, связан именно с германской политикой. Поскольку сама-то верхушка была ориентирована на Великобританию как таковую, то такие связи с Германией были все-таки не общим явлением, а таким были специально своеобразным. Подозревается, что членом немецкой, то ли английской разведки был начальник агентурного отдела Грицев предуправления Роберт Стигриц. А то, что здесь идет разговор в этих названиях, то в июне 139-го года был создан департамент государственной безопасности, объединивший политическую полицию и объединивший полицию криминальную. и Фридрессон как одновременно руководил политической полиции, так и департамент политической безопасности. Так у него было две должности в этом деле. Как ты принялся? Видите ли, какая ситуация? Дело в том, что касается августа 1940-го года, я не мог в этом деле найти, потому что Фридрессон был арестован в июле 1940-го года. Если же говорить о Ульманисе о вообще отношении Фридрессона к Ульманису, то, конечно, он был очень воялен на Ульманису. Он был, я бы сказал, единственный человек, который мне не сказал ни одно плохое слово. То есть для него Ульманис был просто икона. И могу еще ответить такой интересный момент, что в этих протоколах написано, что господин Фридрессон сначала в 15-м году был эвакуирован в Москву в качестве студента рижского политехникума, сейчас рижский технический университет. После этого он работал на заводе Динамо с щитоводом до 2019 года. В 2019 году, когда в Латвии была советская власть, на короткий период остановлен, он приехал в Мадонский район, в поселок Лаудена и был там начальником, то есть он был главным делопроизводителем местной волшной управы. После того, как переменялся власть, латвийская армия захватила Лаудену, он стал следователем контрразведки военной. После того, в 2020 году была создана уже политическая полиция и он стал уже гражданским чиновником. И таким образом, мы, прослеживая его биографию, можем сделать такое умозрительное заключение, что если бы судьба пошла по-другому, он мог бы быть крупным действием советской госбезопасности чекистам, но я думаю, что конечный результат был примерно тем же самым. В конце 70-х, начале 80-х записалось воспоминание очень много людей, из которых эта тема остается белым петлом. Например, возле завода шампанских пиль, в чем дроби Севастяна. Начмил, резекне, в 40-41-м году. Он рассказывал такие вещи, что и Петрова были немецкой разведкой даже в Советской армии. Был такой старший лейтенант Куров, правый не было, и столб ушел на охоту. И вот он однажды сказал, что получили данные со стороны Далго, то уже война началась движутся две машины с немецкими диверсантами, переодетами в форме милиции. Он дал приказ поставить пулеметы, потом вдруг встретил на улице начальника милиции Далго, и он сказал, что это тут эти пулеметы там разместил, где-то в доме. Кто это едет? Ну, посмотри, бинокль, это наше. Де Куров сверхпросты. И вот эти люди рассказывали множество таких интересных вещей. Зампрокурора Резетне, бывший подпольщик Янушкевич, Иван Андреевич Исилов, бывший председатель Госкоммунистрата, они бывшие подпольщики перед многим. Наш профессор латвийского университета Михаил Васильевич Багров, который был политрупом, замполитом 201-го латвийского дивизия, брал Парапаминский. Они рассказывали по-другому, что с одной стороны с Востока постоянно приходили агенты Коминтерна, они знали многих из них лицо и сотрудничали, получая литературу. С другой стороны приходили разведчики. Там на границе у них в Латгале было очень много и пунктов разведки французской, британской и немцев приходили даже под видом монахов к учителю их в латыни Ассеру. Они на картофеле даже вырезали Ассу шпион. То есть я хочу показать, что очень широко это все смотрелось. И Штиглиц, кстати, был одним из тех, кто занимался вот этой вот разведной работой. И многие рассказывали о таких вещах, что в 1939 году подавала репатриация немцев, многие бароны вернулись и работали.